Здравствуйте! В эфире ежедневная программа 13 регион в студии Рауль Габитов. Сегодня мы расскажем вам о том, что произошло в Шемкенте и области за последнее время. Наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. За минувшие сутки в Шемкенте было зарегистрировано ряд дорожно-транспортных происшествий. Одно из них произошло вечером в районе цементного завода. Участниками аварии стали два легковых автомобиля – «Нексия» и «Матис». По словам очевидцев, последний выезжал с автора степенной улицы, но водитель «Нексии» «Матис» не пропустил и снес ударом. В результате «Матис» перелетел на обочину, получив при этом колоссальные повреждения. Материальный ущерб нанесен и второму участнику ДТП. По нашим данным, в столкновении никто не пострадал. В деталях происшествия разбирается полиция. Примерно в то же время дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ельшебек-Батыра. Выяснилось, что водитель «Опеля» решил развернуться в обратную сторону. Однако на подобный маневр не среагировал мужчина за рулем «Ауди», двигавшийся следом. Как следствие, «Ауди» ударила «Опель» в бок, выехала на встречную полосу и въехала в бордюр. Благо, в машине сработала подушка безопасности, которая, вероятно, спасла водителя от серьезных травм. С молодым человеком, управлявшим «Опелем», также все в порядке. Между тем, на всякий случай, на место происшествия приехала бригада скорой помощи. А на месте следующей аварии разразился скандал. На улице Громова столкнулись внедорожник китайского производства «Инексия». Как утверждает пассажирка корейского авто, они двигались по своей дороге. При этом скорость была невысокой. Внезапно на перекрестке в них въехал внедорожник. «Оказывается, этот автомобиль принадлежит одному из руководителей ДВД. Водитель, который был за рулем, двигался в неправильном направлении. Он развернулся и ударил нашу машину. Вдобавок, он говорит, что не будет возмещать ущерб. Машина якобы принадлежит государству, и выплачивать компенсацию будет государство. Как государство будет платить? На внедорожнике был госномер. Мужчина, который был за рулем без полицейской формы, говорит, что просто водитель». На место происшествия приехал патрульный экипаж. Полицейским предстоит выяснить, кто прав, а кто виноват в этой аварии. Стоит отметить, что пострадавших в ДТП зарегистрировано не было. Ребенок утонул в шаге. Трагедия произошла в одноименном поселке. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, пятилетний ребенок купался в многоводном Козылкумском канале и, вероятно, его унесло течением. Тело из воды извлекли спасатели. Отметим, что с начала купального сезона это уже 16-й несчастный случай. Всего на территории Туркестанской области утонули 17 человек, 11 из которых дети. Сотрудники спасательных служб предупреждают, что купание в запрещенных либо неприспособленных для этого местах может стоить жизни. В Орыском районе задержали подозреваемых в хранении и сбытии наркотиков. В начале июля сотрудники районного РОВД задержали местного жителя. При обыске у него в машине было обнаружено более 10 бумажных свертков с марихуаной. Вес изъятого вещества, согласно экспертизе, составил более 50 грамм. В ходе следствия задержанный пояснил, что приобрел наркотики у некоего знакомого, которого позже тоже задержали. В доме второго подозреваемого стражи порядка обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаной. Общим весом около 50 грамм. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Такова была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцем пожара, ДТП или преступления, звоните к нам по телефону 56 16 32. Если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материалы на WhatsApp 13 региона. Номера вы видите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. Субтитры создавал DimaTorzok